Ставрополь Я сейчас зайду на МФС госуслуги и покажу, что я привит. Я могу сейчас открыть заявку для того, чтобы получить паспорт своему сыну. Прямо могу перепрописаться. То есть это то, что позволяет мне сократить получение необходимых услуг, с одной стороны, и с другой стороны, сохранять мне жизнь. В селе Кочубеевском завершился капитальный ремонт детской школы искусств. Как сообщили в Управлении по информполитике правительства региона, специалисты обновили фасад здания, привели в порядок полы и потолок, заменили окна и двери, а также отремонтировали инженерные коммуникации. Обновление прошло в рамках национального проекта «Культура». В Ставрополе благоустроили сквер на улице Гоголя. Как рассказали в администрации краевой столицы, там создали детские игровые зоны и воркаут-площадки. Также на территории общественного пространства высадили газонную траву и цветы, установили лавочки, уличные торшеры и урны. Пешеходные дорожки облицевали плиткой. Обновление сквера прошло по губернаторской программе поддержки местных инициатив. В Каменной Балке капитально отремонтировали дом культуры. Как сообщили в администрации Арсгирского округа, там увеличили размер сцены и выполнили перепланировку зрительного зала. Кроме того, привели в порядок кровлю ДК и обновили все дверные и оконные блоки. Работы прошли в рамках госпрограммы комплексное развитие сельских территорий. В Сруновском округе привели в нормативное состояние участок трассы «Безопасная Подлесная». Работы прошли на отрезке протяженностью свыше 8,5 километров. Как рассказали в Краевом Миндоре, специалисты уложили новое асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и нанесли свежую разметку. Реконструкция дорожного полотна проходила под эгидой национального проекта «Безопасные качественные дороги».